Привет! Как дела? Да нормально. Прикольная у тебя картина. Прикольная, да? Да, мне тоже нравится. Классно. А чем занимаешься в четвертой летке? Да просто общаюсь. А на какие темы ты общаешься? Да, на любую. Ну, я здесь преимущество на политике общаюсь. Ну, сам откуда будешь? Я на севере живу, западного полушария. А ты откуда? Я в Сибири. Ну и как там жизнь в Сибири сегодня? Чем обычно. Ну, сойдет. Сойдет? Ну, а как ты относишься сегодня к ситуации, которая происходит между Россией и Крым? У-у-у-у. А что? Что не так? Что плохого? Или, может быть, тебе что-то... А что хорошего? Не, ну я спрашиваю, что именно тебе не нравится в этой ситуации? Все. Хорошо. Тогда такой вопрос. А на чьей стороне сегодня правда? На стороне России или на стороне Украины? Я вам так скажу. Для меня лично, вот просто скажу, в этой ситуации победителей не будет вообще. Это первое. Ну, потому что... Я же не спросил, кто победитель. Я спросил, как вам кажется, на чьей стороне правда? Ну, на стороне Украины. А почему? Почему мне так кажется, что на стороне Украины правда? Потому что... Ну, как вам сказать, это может быть вторжение правда? Хорошо. Тогда такой вопрос. А почему вы это понимаете, а большинство россиян не понимают этого? Извините, что я матерюсь просто уже. Невозможно не материться, разговаривая на эту тему. Откуда я знаю? Ну, ваши друзья, как относятся к этому всему? Так как вы или по-другому? По-разному. Есть те, кто против этого. Есть те, кто... Те, кому пофигу. Что сейчас происходит. Ну, здесь. А политичный. Понятно. Хорошо, тогда такой вопрос. Ну, а чем вы думаете, все это закончится? Ну, а чем заканчивается то, что когда... Блин, вы меня спрашиваете ответы на те вопросы, на которые сами, наверное, узнаете ответы. Нет, ну, у меня может быть одно мнение по этому поводу, а у вас другое. Может быть, вы что-то можете объяснить? Ну, блин, ну, смотрите. Весь Запад качает Украину сейчас оружие. И не только Запад. Ну, блин, о чем можете тереть. Ну, я думаю, тут все логично. Тут даже, вот, знаете, тут даже обсуждать нечего. Понятно. Это просто логично. Хорошо, тогда такой вопрос. Как вы думаете, что ждет Россию? Давайте так скажу. Боюсь представить. То есть, ничего хорошего, да? Ну, это естественно покажет время, но мне кажется, ничего хорошего. Ну, вот. Понятно. То есть, ну, вот, смотри, ничего сами не производим по факту. Угу. Ну, де-факто половина страны там... В стране, короче, находились западные компании. То есть, половина была их, да? Сейчас все западные компании еще пока. Я скажу так. Страна будущего – это Казахстан. Вот сейчас, братья казахи будут на коне. Ну, да, сейчас, кстати, очень много людей из России уезжают в Казахстан. Не только в Казахстан. Ну, не только, но очень много в Казахстан. Так что, Казахстан, так сказать, Россия до 23-го, скажем так. Где-то, вот, в таком промежутке. Казахстан. Казахи еще это не осознают, но... Скоро они это осознают. Понятно. Хорошо. Спасибо за ответы. Если у вас, если что, спросить, отвечу, нет, побегу дальше. Да, ничего, в принципе. В принципе, вы же хотели от меня ответы на эти вопросы услышать. Да. Больше ничего, в принципе, я думаю, спрашивают друг у друга, у нас смысла нет. Хорошо, я побегу дальше. Хорошо, до свидания. До свидания. Ну, вот так. Сегодня в России есть люди, которые думают именно так, как этот человек. Но что еще я заметил, это то, что все больше и больше жителей России начинают говорить о том, что они, оказывается, никогда не поддерживали это. Хотя я уверен, что многие из них просто начали включать мозг и понимать, к чему все движется. И понимают, что надо каким-то образом для себя запасной аэродром выстраивать. И потом можно будет видеть еще больше таких людей, которые будут постоянно говорить о том, что я никогда не поддерживал Путина. Это вообще не я все был. Я вообще всегда поддерживал только самое хорошее, и демократию, и либерализм, и так дальше. И вообще Украина всегда была нашим другом. Это все можно будет в будущем услышать. Несмотря на то, что еще совсем недавно эти люди могли говорить совершенно обратное. А я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.